Сначала. В общем, действительно, наверное, уже есть целое поколение телезрителей, молодых людей, поклонников фигурного катания, для которых вы, будем говорить так, фигуры неизвестны, хотя вас знает весь мир. Может быть, вспомним, как все начиналось в вашей жизни, именно в фигурном катании? Ну, вот давай вспоминай. Ну, если с самого начала брать, то я могу сказать, что я начала кататься в 16 лет в Москве, Олег начал в 15 лет в Ленинграде. И вместе, в паре, мы начали кататься, когда ему было 23, мне было 20 лет. По нынешним меркам очень поздно, а тогда? Ну, я думаю, что и тогда, уже по тогдашним меркам, тоже было поздно, потому что первые ободряющие слова, которые мы услышали в свой адрес, это было то, что ваш поезд уже ушел, и заниматься спортом, фигурным катанием, тем более на международном уровне, уже поздно. Вот, но, видимо, какое-то свойство нашего характера не позволило нам следовать вот этому совету и думать, что наш поезд УСО ушел, и мы решили попробовать, а почему нет? Наверное, были союзники, кто и помог, и ободрял? Ну, к сожалению, были союзники, которые, конечно, не могли ободрять, но помогать они не помогали. То есть у них, иными словами, не было никакой власти к тому, чтобы что-то как-то помогать нам. Так что в данном случае с самого начала мы, ну, если можно так выразиться, варились в собственном соку. Ну, вот, 23 года, наверное, уже было какое-то такое мировоззрение, был характер у вас. Что было перед этим? Из какой вы, кстати, семьи? Вот ваши корни, ваши родители, может быть, это тоже будет интересно? Ну, вот как раз я сейчас наши книги пишу о наших судьбах, о наших семьях. Ну, если говорить о Людмиле, она может сама сказать, какая у нее семья, я могу сказать о себе. Скажите о себе. Вот, я скажу, что я родился в семье артистки балета, потому что моя мама была классической танцовщицей. Правда, она работала в основном на эстраде, и у нее была очень тяжелая жизнь, артистическая. И она явилась как бы для меня моделью, что ли, всей моей будущей жизни. Потому что все, что случилось потом со мной и с Людмилой, случалось и с ней. Поэтому для меня было это не новое. И, может быть, в какой-то степени это тоже стало последней каплей, заставившей нас сделать очень решительный шаг в своей жизни. Почему фигурное катание вы выбрали? Ну, почему я выбрал фигурное катание? Тогда его не было фигурного катания. И я хотел стать пианистом. Но когда я пришел во дворец Пионеров имени Жданова в Ленинграде, мне сказали, что у меня нет музыкального слуха, и я не знаю музыкальной грамоты. Поэтому меня оттуда выгнали. Правда, я пошел в другой кружок, в кружок ударников. Такой был преподаватель, очень там хороший, Крюгер. И я играл там на ксилофоне. Сейчас не играете, извините. Не играю. Ну и когда я выходил после занятий, я всегда проходил мимо сада отдыха в Ленинграде. И я там увидел фигуристов, которые катались по залитым льдом дорожкой вокруг клумбы. А катка тогда еще и не было как такового. Я не знаю почему, но меня стало больше и больше тянуть туда. И я в конечном счете перестал играть на ксилофоне и перешел вот в эту секцию фигурного катания, которую вела замечательная женщина, ученица Николая Александровича Панина, нашего русского первого олимпийского чемпиона 1908 года. Которая меня приняла очень хорошо, хотя я был на хоккейных коньках, но уже я делал шпиц-пируэт. Она сказала, о, ты можешь очень хорошо делать. Вот, собственно говоря, с этого и началось. Простите, не Лепнинская была? Лепнинская, не Васильевна, да. Леплинская. Ну и вот с тех пор, так сказать, так это началось. И в свое время даже Николай Панин, Николай Александрович Панин тоже оказал, так сказать, мне кажется, определенное влияние. Потому что он приходил в такой дахе, садился на лед, на кресло, он уже был довольно-таки пожилой, ему было за 80 лет. И смотрел, как мы, так сказать, через очки, так насупившись, как мы, значит, там катаемся. Вот единственное, что я запомнил из его советов, это то, что он всегда говорил, что должен быть хальтунг. Хальтунг, то есть, иными словами, это по-балетному оплом, осанка. И я это запомнил на всю свою жизнь, что красота движений и, так сказать, распрямленность человека в полном смысле этого слова играет огромную роль. И вот этому мудрому совету мы и следуем и сегодня. Тогда я, поскольку употреблено местоимение «мы», перейду к «люди». Ну а как вы начали, поскольку начинали вы в другом городе? Да. Ну, во-первых, я хочу сказать насчет своих родителей. Мои родители были абсолютно безграмотные крестьяне из Пензенской области. Они закончили рабфак после революции. Ну, папа был военный, профессиональный военный. И так всю свою жизнь он был военным. И поэтому наша жизнь была цыганской жизнью. Мы ездили... Папу посылали то в одну часть, то в другую часть, потому что он был политруком. И, конечно, что такое фигурное катание, я не знала. Очень долго. И после того, когда папа стал работать в Москве, в музее Советской Красной Армии тогда еще было, я увидела фильм «Снежная фантазия». После этого я решила, что нужно попробовать... Мне очень захотелось попробовать на фигурных коньках заниматься. И пришла я... К моему счастью, мы жили рядом с детским парком Дзержинского района. Мы жили в самом ЦДСА. И к моему счастью, там был такой тренер, который принимал абсолютно всех. Самсон Глязер. Мне тогда уже было 16 лет, но он сказал, что я принимаю всех. И вот с того момента я начала заниматься фигурным катанием. Многим будет интересно, ведь существовали какие-то разрядные требования. Так вот, мне любопытно, перед тем, как вы стали парой, какой вы имели каждый индивидуальный разряд в одиночном катании? У меня был, по-моему, первый разряд в одиночном катании. Но... Ну, все это было... Очень примитивно. Очень примитивно. Это тоже был первый разряд. Но это все было на таком низком уровне. И мы, когда начинали в паре, мы практически начинали с нуля. У нас не было ничего, никакого... Как сэмпл называется? Да. Примера. Примера. Никакого примера не было перед нами. И так все постепенно, шаг за шагом, мы что-то такое там придумывали, соображали, придумывали. Короче говоря, изобретали велосипед. Да. Вот, хотя уже в Европе и в мире уже были довольно-таки выдающиеся фигуристы. И, естественно, что когда общение с миром фигурного катания, оно ограничено, тогда, естественно, развитие приостанавливается. Поэтому мы... Может быть, для нас это и было хорошо, потому что мы начинали с ноля практически свой путь в спорте. И у нас было много идей, мы очень много ошибались. Но, тем не менее, все-таки, видимо, вот у нас была какая-то направленность основная. Может быть, мы этого и не понимали, но... Может быть, чувствовали просто интуитивно, которая вела нас в нужном направлении. Простите, можно ли сказать, что уже тогда фигурное катание было для вас, ну, главным смыслом жизни? Я не могу сказать, что это было главным смыслом жизни, это было любовью просто. Мы пришли в фигурное катание как в добровольное спортивное общество, добровольно мы пришли. Нас никто не приглашал, нас никто туда не тянул, нам никто не предлагал ни денег, ни стипендий, ничего. Мы просто пришли и вот случайно встретились.